Потому что если есть один видос, то ты можешь типа записать гуиде, да, и будешь популярен. Конец октября. Сезон в самом разгаре, вы уже освоились в обители теней, наубивали тонну улей и вексов, может быть получили некоторые сезонные награды, медленно, но верно набираете 960 лайта. И тут неожиданно задумались над получением звания просветленный? Тогда вы прямо по адресу. Привет, Страж! Ты на канале Трипл Вайп, с вами Эксель Рифлоу, и сегодня мы расскажем о том, как получить 4 триумфа новой рейдовой активности, которые доступны на момент выхода этого ролика. Да, про классовые и подклассовые триумфы мы ничего не расскажем, потому что, ну, у них нет ничего сложного. А клановые триумфы от Хоторн будут доступны только в ноябре, и по ним будут отдельные ролики по мере их появления в игре. Сразу предупредим, записи выполнения первых трех триумфов у нас нет, мы слишком спонтанно решили начать выполнять эти триумфы, поэтому на фоне будет геймплей с последнего, самого замороченного энкаунтера. Кстати, тайм-коды конкретных этапов будут в закрепленном комментарии. Прежде всего, для выполнения любого из триумфов вам нужно отличное понимание механики каждого этапа, соответственно, умение в любой момент исполнить роль из-за другого члена группы и хорошая координация внутри самой этой группы, потому что информации друг к другу часто придется передавать больше, чем обычно. Не бойтесь умирать, если это позволит не запороть механику триумфа и этапа, а также не торопитесь, пару раз подумайте, прежде чем что-то сделать, время почти всегда есть, все-таки не спидран тут устраивайте. Немного тренировки и все получится. С общем, разобрались? Тогда приступим к конкретным этапам. Первый энкаунтер и триумф вольтаическая связь. Чтобы получить этот триумф, вам нужно, чтобы при открытии двери, то есть при постройке цепи от шпилек стенки, все участвующие имели дебаф от гарпии. На этом этапе все довольно просто. Вам нужно лишь немного сдвинуть порядок открытия комнат. Если при обычном прохождении вы обычно запускаете энкаунтер тем, что открываете первую стену, то здесь вам сначала придется набрать три дебафа от босса, а потом уже строить цель. Кстати, этапы в этом случае будут запускаться убийство Минотавра, который гарпия в этот момент жрет. Дебаф, как вы помните, висит довольно долго, так что при должном исполнении вы толком и не заметите разницы. Если все-таки что-то пошло не по плану, и у вас или у одного из ваших товарищей заканчивается дебаф, и вы явно не успеваете, то просто попросите заранее подменить вас человеком из прошлой комнаты. Отметим, перед последней стенкой с тремя плюсами, если вы не успеете активировать два последних, то проход откроется через некоторое время сам, но мы не проверяли, запарывает ли такой способ само прохождение, поэтому и вам не будем советовать проверять. Если у вас получилось, поделитесь в комментариях. Второй этап и триумф в теории отталкивания. Здесь вам нужно обновлять баф Просветление только после его окончания, а не при каждой удобной возможности. Получение этого триумфа происходит следующим образом. Вы начинаете энкаунтер так же, как обычно. Двое остаются на центре, двое налево и двое бегут направо, а затем на дальний шпиль, оставив игрока с центра защищать правую сторону. Но обновляете баф, вы постоянно в одной и той же паре. К тому же в центральной части на последней фазе вы обновляете бафы тройками, а не целой группой, как обычно, поэтому распределитесь заранее. Вам будет проще, если в первый раз каждая из пар получит баф с промежутком в 10-15 секунд, и растажем с правой стороны все равно нужно торопиться, то важно продвигаться как можно быстрее. К тому же в таком случае они могут взять баф вторыми после центральных, а левая пара убивать мобов чуть медленнее и взять баф как можно позже. Центральная пара также может подстраиваться по скорости правой двойки. Хорошее коммуницирование вот залог успеха на этом энкаунтере, потому что дальше крайне вероятно может возникнуть ситуация, когда паре нужно обновиться, а вокруг куча мобов в щитах, поэтому игроки, которые только что обновили дебаф, должны прийти на помощь, даже если придется использовать больше одного портала. Главное на этом энкаунтере следить за таймером бафа и не обновить его случайно, или при попытке помочь на чужом портале, так что не торопитесь. Небольшой векс-хак. Если у вас появились мобы, но баф скоро заканчивается, а ваш тиммейт еще не с вами, вы можете парой пуль снять щит со всех мобов и как можно дольше их не убивать. Пока пачка жива, новая не рестница. Это вам пригодится еще и на третьем и даже на четвертом энкаунтере. Получили триумф, поехали дальше. Третий этап и триумф гонка за усилителем связи. Половина позади, да? Отлично. На этом энкаунтере нужно, чтобы игрок с просветлением не убил ни одного моба. Как это сделать? Вам нужно поменять ротацию так, чтобы на каждом новом шпиле у вас был человек с бафом, чтобы снимать щиты и страж без него, чтобы этих мобов убивать. Поэтому из группы, которая отстреливает глаза боссу и группы, которая носит частицы, вы переквалифицируетесь в страж, который убивает мобов на шпиле, и остальная пати, которая делает все остальное. Если вы не хотите, чтобы второй дебаф от босса пришлось поднимать посмертно, токены все-таки не бесконечные, то будет не лишним, если человек, который только что получил его, сразу после отстрела глаз бежал либо за мобами, либо стоять на шпиле, убивать мобов. Еще один небольшой векс-хак. После активации энкаунтера минимум три человека получат ваф просветленный и не смогут убивать мобов. Так что если вам не хочется терять в огневой мощи, то эти три человека после постройки цепи, но до появления босса, могут убить себя гранатометом, например, чтобы снять с себя баф. Токен при этом не потратится. Или можно постараться подбежать под столб света, из которого появляется босс, но это не самый верный вариант. И наконец, четвертый этап и триумф хватит себя бить. Самая мякотка. Нимплей на фоне уже явно заждался своего часа, поэтому приступим к разбору самого сложного и требовательного триумфа из всех четырех. Что нужно? Всего лишь убить 20 вексов инициализации вексов, то есть разрушением или постройкой платформы. Но как их можно затащить на платформу, да еще и в определенное время, спросишь ты. Да, мы тоже сначала подумали, что это нереально. Эти настойчивые гоблины, что с ними не делай, ползут постоянно прямиком к шпилям. Тут и приходит на помощь еще один векс-хак. Как выяснилось, в ходе случайного стечения обстоятельств, если отстрелить вексу голову, их священная миссия совершенно вылетает у них из головы. Кроме того, вам тут очень пригодятся титаны с куполом и варлоки с кладезью света, а также рейдовые моды, потому что будет достаточно больно. Как это делали мы? До первой дамаг фазы вы делаете все как обычно, то есть делитесь на охранника шпиля и по два портальщика с каждой из сторон. Ходите по порталам по двойкам, сначала две пары в левый, потом две пары в правый или наоборот. Но при этом постоянно открываете в портал, в котором не набирают частицы игроки. Таким образом, перед началом фазы дамага у вас вообще не останется ни одной платформы. Затем, после нанесения урона, как только появятся новые шпили, вы строите одну платформу между ними и ждете появления мобов. Аккуратно и нежно стреливайте им головы какой-нибудь ппшкой, собирайте их вокруг себя под куполом или кладезью и повторяйте так две первые волны. У вас как раз должно набраться в районе 10 мобов, а затем открываете один из порталов и максимально долго находитесь на платформе, чтобы вексы никуда не убежали, пока босс не сломает платформу. Стоит отметить, что через некоторое время сознание векса какое-то просыпается и не вспоминает, что им все-таки нужно к шпилям и, собственно, к ним идут. Поэтому мы не советуем собирать слишком много мобов. Но, кто знает, может у вас получится за раз собрать 20 мобов на одной платформе. После этого в портал, в идеале как раз в тот, который и послужил для убийства вексов, уходит первая двойка, и сразу же открывается второй портал, в который уходит вторая двойка. По возвращении вносятся сразу все частицы, а охранник шпилями с одним из портальщиков уходит снова, оставив сразу же с бафом чистить мобов и снимать щиты. Вы же можете заходить по системе 2-1-1, а не 2-2, как мы, если уверены, что вам хватит времени, прежде чем босс начнет кастовать плюс. Да, делать здесь приходится много каждому из участников. И открывать порталы, и помогать с мобами, сносить циклопов, и вряд ли удастся получить триумф даже за 2 фазы дамага, поэтому мы бы рекомендовали поэкспериментировать с вооружением, а не использовать топ ДПС билд из Занаги Реклюс Виндиго, и как минимум шпилевым стражам попробовать взять линейную винтовку вместо гранатомета, чтобы не тратить снайперку на циклоп, которых будет, соответственно, очень много. Ну что, страж, теперь-то всё знаешь? Тогда вперёд, получать триумфы и приближаться к званию просветлённой. Если тебе этот видос помог или научил чему-то новому, мы были бы очень благодарны, если ты после успешного закрытия триумфу поставил бы этому ролику лайк, подписался на наш канал и поставил колокольчик. А может ещё и поделился успехом в комментариях, пусть другие тоже за тебя порадуются. А на этом на сегодня всё. С вами был канал Трипл Вайп, и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok